МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире президент Арминак Абрамян выступил с речью, напомнив о важности Северского договора в вопросе признания государства Западной Армения. Вышел в свет 36-й номер еженедельника в Вестерн Армения. Бакинский суд приговорил Арцахца Рашида Бегларяна к 15 годам тюремного заключения. На территории Эребуни обнаружены исключительные клинописи. Работа Рубена Галчана – еще один сильный контрудар по фальсификации Баку. В очередном туре наши спортсмены обыграли сборную Гиплартара. Президент Арминак Абрамян выступил с речью, напомнив о важности Северского договора в вопросе признания государства Западной Армении. Эксперты, приглашенные на консультацию, сосредоточились на различных международных правовых механизмах, которые могут быть созданы для защиты гарантии основных прав населения, пострадавшего вооруженных конфликтов, также на трудностях их реализации на месте. Президент Национального совета Западной Армении Арминак Абрамян выступил с речью, напомнив о важности Северского договора в признании государства Западной Армении. Арминак Абрамян также коснулся развязанной международной коалиции против коренного армянского населения Арцаха в войне 2020 года, включающей турецкие и исламские силы и Баку, после чего произошла блокада, закончившаяся этнической чисткой населения. Ознакомился с процессом рассмотрения различных жалок, поданных в Европейский суд по правам человека, подчеркнув, что в настоящее время Баку и турецкие вооруженные силы уничтожают армянское наследие в Арцахе. Вышел свет 36-й номер еженедельника в Вестерн Армении. На обложке нового номера фотография по Госса Нубара. 26 июля очередная годовщина смерти выдающегося армянского общественного и политического деятеля, великого мецената и бизнесмена Погоса Нубара. Погос Нубар – сын премьер-министра Египта Нубара, человек, который десятилетиями руководил борьбой армянского народа за свободу и самопределение. В новом выпуске еженедельника в Вестерн Армении вашему вниманию представляем очередные заседания парламента и правительства Республики Западной Армении, речь пресс-секретаря правительства и историю церкви Сурб-Ованес-Макартыч-Канаджам, расположенную в оккупированном городе Шуши, историю исторической деревни Бичанак на Хадживана, также культурные и общественные темы. Армянскую, английскую, французскую и турецкую версию еженедельника в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. Суд Баку приговорил арцахца Рашида Бегларяна к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщают азербайджанские СМИ. Первые пять лет Бегларян проведет тюрьме, следующие 10 в колонии строгого режима. Отметим, прокурор потребовал 17 лет тюремного заключения. Напомним, 1 августа 2023 года стало известно, что бакинские пограничники задержали 61-летнего гражданина Республики Арцах Рашида Бегларяна, который заблудился и оказался на территории контролируемой Баку. Бегларян был арестован в ноябре 2023 года. Житель Арцаха обвиняется в якобы хаджалинском геноциде. Возбуждено дело по пяти уголовным статьям. Армяно-французская археологическая экспедиция провела с мая по июнь раскопки в крепости Эребуни и зафиксировала фантастические результаты. В беседе с Аравотом член группы Микаэл Бадалян сообщил, что раскопки проводились как в крепости, так и за ее пределами. При этом раскопки за пределами крепости продолжались на прошлогоднем участке, где были найдены полы эпохи Ахименидов. Подчеркнув раскопки, проведенные в кувшинном зале, поскольку между двумя кувшинами были найдены клинописные надписи, содержащие единицы емкости. Интересно, одна из единиц вместимости. На обломке кувшина были написаны Арусия. Арусия – это редкая единица. У нас было всего три обломка кувшина, которые когда-то были найдены в Айкаберте Западной Армении. Это первая надпись, содержащая единицу вместимости Аруса, найденная на территории Восточной Армении. В последний раз в результате археологических раскопок Восточной Армении клинопись была найдена в 2011 году. Опять же, в Эребуни. По словам Микаэла Бадаляна, одна из клинописей – редкость. И он, как специалист, занимающийся археологией в арту, зафиксировал очень важный факт. Возможно, мы имеем дело с ритуалом, так как в кувшинах, вероятнее всего, хранили зерно или вино. Костяные стрелы для войны вряд ли использовали. Для войны в основном использовали металлические стрелы. В Национальной академии наук Восточной Армении состоялась презентация двуязычной книги «Исследование исторических карт Национального атласа Азербайджана 2014 года» и вымышленный термин «Западный Азербайджан», автором которой является известный географ-картограф Рубен Галчан. Авторы Бакинского Национального атласа удалили название Армении с карт и переиздали как реальное изображение карт. Редакторы часто ошибались, частично удаляя или практически не замечая другие названия Армении на переизданных картах. В работах Галчана раскрываются картографические фальсификации, представлены реальные копии поддельных карт, напечатанных в атласе. Более того, показано, что на северном берегу реки Аракс никогда не существовало страны с названием Азербайджан. При этом подтверждается принадлежность названия Азербайджан северо-западной провинции Ирана, что видно на всех картах, напечатанных до 1918 года. Книга состоит из двух частей, связанных с картографическими фальсификациями Баку. В первой части рассматриваются поддельные карты иностранных картографов, также оригиналы этих карт. Вторая часть посвящена раскрытию фальсификации Баку, которая представляет территорию Восточной Армении как Западный Азербайджан. Сборная Восточной Армении по баскетболу до 16 лет продолжает выступление в матчах подгруппы дивизиона С чемпионата Европы. В регулярном туре наши ребята обыграли сборную Гибрартара. Самым результативным игроком матча стал Эдгар Агабекян, набравший 17 очков. Сборная Армении после трех игр одержала две победы и вышла в полуфинал. В той же возрастной группе женская сборная продолжит борьбу за пятые и восьмые места. Сегодня также начнутся матчи юношеской подгруппы Европы до 20 лет. В румынском городе Пиштет наша сборная встретится со сборными Швеции, Венгрии, Украины, Косово и Молдовы. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok